Как расследуются преступления против прессы? Сегодня говорили во время слушаний по безопасности журналистов. Полицейские отчитывались, медийщики жаловались. Наиболее резонансные дела не раскрыты до сих пор. 3000 свидетелей и ни одного подозреваемого. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, несмотря на то, что прошло уже больше года, почти не сдвинулось с места. И все еще продолжается досудебное расследование. Его расследование действуется безпосередньо главным следственным управлением. Проведено значный обсяг следственных расшуковых действий. Отпрацовываются разноманитные версии скояния данного злочину. На жаль, подозреваемых людей на данный час не установлено. Одна из версий недавнего взрыва на пороге телеканала «Эспрессо» – покушение на журналистов. Об этом накануне заявили в СБУ. Напомню, 25 октября в результате взрыва на улице Адама Мицкевича два человека погибли, трое ранены. Среди них нардеп Игорь Масейчук и политолог Виталий Бала. Только за октябрь в Украине зафиксировано пять случаев применения физической силы к журналистам. А с начала года насчитали 80. Мы не извинувачиваем в том, что чиновники, силовики, полицейские, они являются теми, кто нападает на журналистов. Но мы говорим о том, что, на жаль, влада, политики и силовики не дают відчутного сигналу, что порушивать права журналистов не можно. Из-за такого количества нападений и покушений Украина вошла в семерку стран, где хуже всего расследуют преступления против прессы. Об этом недавно заявили в Международной федерации журналистов. По подсчетам этой организации, за последние 10 лет в Украине погибли 10 представителей медиа. Что же касается актов агрессии, которых в федерации за этот год зафиксировали 75, то большинство нападавших остаются безнаказанными. И по уровню раскрываемости подобных преступлений Украина уже догоняет Сомали. Ольга Теребинская, Лина Зеленская, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.